привет типа доброе утро на самом деле я конечно встал раньше я уже позавтракал даже я уже даже сделал уколчик вот и что то подумал что я вам не дорассказал же блять про синтол все мы что то все про мужиков да про мужиков вот все что то блять обсуждали куда что мужики себя вводят а про телок то я вам ребят не рассказал короче вот так что сейчас я вам расскажу привет сейчас я вам расскажу самое смешное то до чего вы блять скорее всего даже не догадывались вы заметили что сейчас очень много фотографий в инстаграме но неизвестных вам баб будем так говорить всяких разных вот и у всех у них довольно таки своеобразные жопы они у них у всех круглые на этих жопах не сильно выраженные ямки сама по себе телка спортивно не выглядит то есть она нихуя не сухая нихуя не жесткая да но при этом у нее круглая с раком и все начинают кричать громко но приседала ох ты фитоняшка ну всякие вот такие вот глупые вещи не знающих людей на самом деле как вы понимаете у бабы не может быть такая круглая жопа если только генетически она и не задана это очень редко происходит вот но делается это все довольно таки просто то есть если раньше все вставляли себе силикон то сейчас для этого есть процедура более простая но не факт что эта процедура более безопасная вы меня слышите вообще ребят нет а то я чё-то рассказываю рассказываю блять опять никто нихуя не реагирует ну вот хорошо так вот короче процедура не факт что более безопасная потому что как я вам объяснял при введении синтола либо другого любого масла внутримышечно там начинается местное воспаление и организм делает все для того чтобы нет я просто убедиться что вы меня слышите я думал вдруг сигнала нет и организм пытается всячески вывести это из себя избавиться от этого потому что это инородное тело вот поэтому как правило реакции на это у кого сильнее у кого менее выражено является подъем температуры воспаление вместе инъекции да ну вот это вот вся привычная понятная хуйня ну так вот собственно что делается для того чтобы у женщины стала круглая жопа это довольно таки просто то есть вводится в задницу в несколько разных мест инжекто синтола ну по количеству кубов я вам не скажу но могу сказать что за общий курс вливают примерно по 100 кубов в каждую ягодицу да вот то есть прикиньте себе сколько говна наливается в эту жопу и потом внутри там можно даже чтобы рыбки плавали вот но поскольку это жопа с ней значительно все проще обстоит по делам в каком смысле в том смысле что если задача стоит над тем чтобы просто сделать круглый большой пердак то как бы запариваться то особо не нужно она будет припухшая она будет надута изнутри и вот будет ощущение того что это арбуз который сейчас лопнет вот собственно с мышцами естественно так не сделать потому что будет пропадать сепарация дефиниция да но все то о чем я вам рассказывал поэтому как бы естественно накачать телки в толстую сраку значительно проще в плане с точки зрения применения синтола вот я могу сказать честно что сейчас очень много девок в питере которые на уже в общем то давно насинтолили свои жопы и это очень смешно выглядит как они тренируются то есть если вы не знаете то я вам расскажу что при большом количестве масла в мышце там ограничивается кровоток и становится значительно хуже это значит что питательные вещества как входящие так и выходящие из мышцы затруднительно им поциркулировать то есть как бы как выведение там всего ненужного из мышцы так и попадание в нее соответственно всего что нужно вот и поскольку как бы блять циркуляция крови становится значительно хуже из-за того что забивается межклеточное пространство все это как результат дает снижение рабочих нагрузок с которыми может прорабатываться эта мышца да а это значит что что как правило такие тёлки вы не увидите их приседающими с какими-то гигантскими весами это я имею ввиду вот у нас то что я вижу регулярно да они там чё-нибудь подрачивают себе в каких-нибудь тренажерчиках там по одной ножке пожмут вот я не знаю там блять поприседают с грифом на котором по пять килограмм скажет страна весит ну то есть вот такая хуйня да а потом другие девки ходят и смотрят нихуя себе как она такую жопу накачал да она как бы и не накачала блять она просто и надула блять путем введения туда масла в общем то вот и все с точки зрения мужиков да насрать ночью круглая срака у нее и заебись да вас же в принципе не волнует чё у нее в этой сраке происходит внутри правильно круглая блять и хорошо но с точки зрения владелица этой сраки это очень очень плохо потому что блять это все дерьмо остается там внутри и непосредственный процесс воспаления он как бы идет постоянно до того момента пока это говно оттуда не выведется вот соответственно а выводится она довольно таки долго как правило в грудь синтол не получится хуярить бабам почему потому что грудь это жировая ткань а синтол вводить нужно внутримышечно поэтому если ты начнешь вводить это в грудь то там будет уродство а не грудь вот ну в общем то вот что я хотел вам рассказать чтобы у вас просто было понимание того откуда такие круглые жопы да но это как вы заметили это жопы не спортивные ну ты попробуй в эту грудную введил где у нее там грудная размер мышцы блять грудной у женщины он что такой большой что туда можно шприц хуяривать ты в свою то сиську попробуй уколи шприцом как тебе кайфушка будет вот значит ну сразу видно эксперт по синтолу блять тоже по внутримышечным инъекциям значит что я хотел сказать хотел сказать что все это не очень пиздатая тенденция все таки я считаю потому что так же как и силиконовые вот эти надутые раньше гелем губы так же как вот эти вот блять нарощенная всякая хуйня это все со временем отойдет да и как бы выйдет из моды вот и поскольку это выйдет из моды это станет никому не интересно и не нужно но обладатели этих синтоловых жоп синтоловых рук синтоловых дельт ну неважно чего да они к сожалению с ними и останутся и будут потом еще мучиться поэтому хочется все таки предостеречь если вы не такого высокого уровня спортсмен либо если вы девушка которой пытаются втереть что неплохо бы ей в жопу влить немного синтола чтобы ее округлить но все таки не надо реагировать на это с такой позиции аля побежали куда колоть вот то есть если жопа без ямок то там явно что то не то такого быть просто ну это анатомически мышцы имеют ямки она не может не иметь ямок вот такая блять история ребята собственно ежедневно занимаюсь вашим просвещением не знаю если в этом толк но кто если не я правда есть же у нас кто будет вам продавать чудо добавки а я буду вас просвещать и гормон вам продавать вообще честно вам скажу продавать гормон намного блять интереснее почему потому что я знаю что те кто покупают у меня гормон потом на этом гормоне еще мышцы себе нарастят вот а те кто покупают чудо добавки я знаю что они просто отдают кое куда деньги блять без толку и все а вот и программы тренировочные вам там диеты всякие еще расписываю за бабки это мне тоже не обломно потому что знаю что то что я вам распишу блять еще и толку для вас даст и будете качаться не без толку а по крайней мере грамотно поэтому в принципе за все что я делаю для вас блять и за все за что я беру бабки с вас мне не стыдно честно скажу потому что я делаю это а со знанием б с желанием так что что кто молодец я молодец кто молодец я молодец такая короче хуйня пацаны что с синтолом вена я не понял вопроса я его даже не читал поэтому не понимаю на что нужно отвечать а дочь и молодец ну хорошо как скажешь тебе виднее что сегодня на завтрак были яйца и пшуная каша я все съел запил чайком уколол гармошку что будет если попадет в вену синтол да хуево знает что будет ну в принципе формач тоже иногда в вену попадает но он же это же не то что ты в вену целенаправленно вводишь весь инжак то что ты вену проколишь и капля попадет я думаю ничего не будет может быть приступ кашля будет это так это же надо в артерию вхуярить его чтобы ты задохнулся так что я думаю что это ерунда все да нет все эти как бы блять страшные истории ты поймите ли направленно вводить в вену это как бы ну как это ж надо туда вставить шприц блять значит нет ты же это не так ты же делаешь внутримышечную инъекцию себе и все я 4 яйца ем целиком 4 яйца даешь лекцию про ГР да в принципе ну а че там лекцию это давать да я вообще не хочу сейчас бесплатно никакие лекции давать именно таких вот блять в которых я знаниями делюсь блять а семинары проводить мне че то честно не горю желанием не горю вот поэтому такие вещи я делаю только на платных консультациях у себя на странице вконтакте в переписках с людьми беру с ней денежку и рассказываю что нужно вот на улице вроде солнышко а я лежу собственно почему я лежу потому что ребята у меня день отдыха и в этот день отдыха блять мне надо немножко восстановиться прийти в себя а еще в понедельник мы будем наверное сводяло ему тренировку записывать для вас вот прокачаем че нибудь но я думаю что будем спину качать потому что у меня по плану спина а я думаю что Ване не помешает не помешает немного моих знаний и навыков в плане тренировки спины это то как раз чего ему не хватает так что поделюсь немножко посмотрю как он делает может что-то для себя почерпну вот ну не знаю посмотрим что получится но мне интересно реально интересно вот Водянов с Водяновым да мне интересно потренироваться мне интересно посмотреть как он тренируется блять а вот что-то я даже не могу назвать бодибилдеров с кем бы я хотел вместе потренироваться из наших кроме Водянова то чего-то ну не знаю ну может быть Собакаровым может быть еще потренировался бы просто потому что он фанат такой сумасшедший фанат бодибилдинга не в плане того что почерпнул бы знания а в плане того что просто по хардкорить блять энергетики словить такой да куража это да вот с Кулаевым нет не тренировался бы с Кулаевым вместе у Кулаева с Федором вообще не интересно блять вот вообще ни разу не интересно тренироваться с Федором вот с Кулаевым объясню почему Кулаев работает блять с какими-то запредельными космическими весами это блять вообще не мой стиль я не понимаю этот пауэрлифтинг в бодибилдинге вообще не понимаю я считаю что блять пауэрлифтинг и бодибилдинг это вещи совершенно разные с Лисуковым вообще не интересно тоже абсолютно эти люди ну мне не интересно тренироваться с людьми которые тренируют свои мышцы блять по принципу блять больше повесил дальше побежал то есть как бы блять это не мой стиль мне он не понять Кузнецов какой Лёха Кузнецов да с Лёхой Кузнецом что-то как-то всё не срослось блять мы несколько раз хотели потремить вместе величка та же история насколько я понимаю только работа с большими весами я хочу сказать у меня средние веса у меня другой принцип совсем другой подход я могу сказать что мой принцип мой подход работает лучше как видно по результатам того кто как растет просто некоторые это ещё блять не усвоили до сих пор да вон вам простой пример что говорить вот Сазонов да которого пиарили в железном рейтинге да там рассказывали про него человек лифтер блять пришёл из пауэрлифтинга в бодибилдинг блять он в крайнем видео блять сказал я для себя понял что бодибилдинг это не пауэрлифтинг здесь говорит не надо блять поднимать какие-то невероятные веса и работать в стиле грузчика это сказал человек который пришёл в этот спорт из пауэрлифтинга вот так что ребята блять ну это редкий случай когда у людей растут мышцы как надо и где надо блять если они тренируются в лифтерском стиле вы поймите вы никогда не научитесь чувствовать нужную блять нужную мышечную группу блять нужный отдел нужной мышечной группы если будете работать блять с предельными весами вы будете сконцентрированы только на том чтобы этот вес поднять поверьте вы не будете сконцентрированы на том какой конкретно поверхностью вы этот вес поднимаете это хуйня если только ты не Рони Колманда ну я же говорю не надо блять не надо как бы сравнивать себя с всякими ну то есть уникальными людьми Рони Колманда один блять за всю историю такой один понимаете человек который работая с предельными просто колоссальными весами нагрузка распределялась туда куда надо и так как надо блять у всех остальных это будет ебучий перекос блять криво в косо блять там развилось тут не развилось это чушь Рони Колманом блять Рони Колман рождаются один раз в сто лет наверное никакого мнения на этот счет нет у меня там все чистый пиар 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 кто заходил на страницу к Каю Грину тот понял блять что это вообще одна сплошная продажа купи продай продай купи все для пацанов от Кая Грина вот что такое Кай Грин инстаграм спортсмена блять наверное как бы должен выглядеть несколько иначе чем каждая запись на которой написано купи это, купи то, купи это купи то ну значит блять ты не умеешь качаться что значит кровью забивать мне даже не интересно обсуждать не интересно обсуждать с людьми которые не понимают вообще не интересно зачем мне свои знания блять давать просто ничего не думаю блять это вообще не интересно это просто пиздец как не интересно а как атлет Кper GreVE мне очень нравится У меня не только генетик-клаб, да? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Как относишься к российскому спортпиту? Нормально отношусь к российскому спортпиту. Придут времена, когда кроме российского спортпита вы больше нихуя на полках уже не найдете. Хорошо, никто не спросил, а ты бы потренил с Андрюхой, с Коронным? С лучшим бодибилдером России потренил бы? Спасибо, что не спросили, ребят. Я реально, блядь, вот это я спасибо прям от души. Деннис Вольф, блядь, охуенный чувак. Он мне очень нравится. Понятно. Понятно. Суки. Нет, уже эту тему прошли, но мы уже дальше поехали. Откат будет все равно. Я думаю, что, конечно, и Гостюнин тоже. Они все натуральные спортсмены. Есть же натуральная федерация бодибилдинга. Предложите выступить там. Мне ляхи Тома Плаца на все времена кажутся невъебенными просто. Это же Том Плаца. Ох ты ж, ёпта. Гостюнин всемогущий. Так точно. All mighty по-английски это называется. Потому что, нахуй, какой бодибилдинг в Олимпиаде. Это же смешно. Потому что это слишком показательный вид спорта, в котором невозможно, блядь, сказать, что ты не используешь допинг. Нет, ну, говорить можно, конечно, но все будут ржать. Ну, кроме, конечно, наших, блядь, этих чиновников, отвечающих за это. Они будут говорить, у нас в стране допинг не используется. Зачем нам допинг? Семенихин, блядь, ну, конечно, натурал. Просто натуральней всех. Знаете, такая песня. Натуральный натурал. Как у нас какая-то, блядь, спортсменка, которая сидит, значит, ну, где-то в чиновниках тут, в программе, когда нашу сборную сквальнули, блядь, этих легкоатлетов, сидела и говорила, да в нашей сборной никто не применяет допинг. Зачем? У нас методики. У нас все на методиках. Да, блядь, какие методики? Ёб твою мать, 60-х годов методики. Там еще воеводы. Че, пиздец, да, наебнулся, все. Директор Дом.ру опять заглянул к нам, блядь, на огонек. Я не знаю, вы слышали, че я говорил? Не слышали по поводу того, как на методиках, блядь, наша сборная тренируется по легкой атлетике? Слышали, да, что я говорю? Или мне повторить еще раз? Не, не слышали, вы все проебали? Да я говорю, что в программе, блядь, у нас какая-то потереку было, когда нашу сборную по легкой атлетике дисквалифицировали всех дружно, типа, за допинг. А у нас какая-то спортсменка, которая в чиновниках сидит, сидит и доказывает всем, что нас, блядь, никто в сборной допинг не принимает. Зачем допинг вообще? Нет, не Исанбаева, другая. Зачем допинг? Нам не нужен допинг. Мы тренируемся все сами. У нас методики. У нас лучшие в мире методики. И воевода еще такой сидит в студии. Да, у нас мы на методиках все тренируемся, блядь. У нас лучшие тренеры, лучшие методики. Я думаю, да ваши тренеры, блядь, 60-х годов, блядь. Люди ходят с палочками, с бородой, блядь. Нахуй против 2000, говорю, 20-х годов, когда уже, блядь, везде, нахуй, генный допинг. Майкла Фелпса, блядь, и прочая хуйня уже. Блядь, мы отстали на 60 лет. Ёб, на 60 лет, блядь. Это пиздец. Я, блядь, смотрю, а они какую-то дичь втирают просто, блядь, рассказывая про методики. Да вы скажите просто, что вы обосрались. Вы не можете никого догнать, блядь. Потому что вы не знаете уже, как догонять, блядь. Вы не понимаете, что колоть. У вас нет такого, блядь, чтобы это колоть. Вы даже не понимаете, что. Все, что вы понимаете, это там побежать челночком, тут попрыгать, блядь. Там потоптаться, блядь. Там ножками поберебирать. Да ну смешно. Метандростенолон, конечно, блядь. На метандростенолоне, блядь, будем побеждать, блядь Ничего, мы построим две новых детских школы Олимпийского резерва И воспитаем новых чемпионов, блядь А еще мы сделаем десятилетку по футболу И воспитаем новых футболистов И наши новые футболисты выиграют таки, блядь, чемпионат Мухасранска Обязательно выиграют А знаете, в чем главная проблема? Хотите, я вам скажу, блядь, главную проблему нашего футбола, блядь Которую можно решить за один день, блядь Вот, сука, за один ебаный день решить просто, блядь, и все Хотите? Блядь, я только что об этом говорил Пиздец, спите, что ли, или в уши долбитесь Они не голодные, нихуя, наши футболисты, блядь Как только у тебя пропадает голод, блядь, ты становишься ленивым, уебищем, блядь Спортсмен должен быть голодным в любом виде спорта, сука, всегда А чтобы он был голодным, блядь, у него должна быть финансовая мотивация, блядь У наших футболистов нет финансовой мотивации, блядь Им насрать Он проиграл, ему заплатили Он выиграл, ему заплатили Почему, блядь, такое происходит, сука, блядь Они должны были после того, когда проебали матч Их должны были возить, как в зоопарке, сука, в клетке, блядь По всей стране, по турне И в них должна была вся страна кидать помидорами, блядь Они должны были, сука, реветь Их должны были унижать, по всем каналам вызывать Они должны были объяснять, почему так получилось, что они так обосрались, блядь Кроме этого, им должны были, блядь, три месяца, нахуй, зарплаты не платить Вообще, блядь Чтобы, сука, почувствовали, что это такое Чтобы, блядь, когда человек, блядь, выходит на матч Он знал, что он должен биться, блядь, на этом матче Для того, чтобы получить деньги Это его ебаная работа, блядь Если человек на работу не ходит, он не получает зарплату Почему у нас футболисты, блядь, на работу выходят и не работают, блядь, на ней Это пиздец просто, блядь, это бред Еще и за такие гигантские деньги, нахуй Штрафные санкции должны быть, блядь Какие премии, нахуй Получает, блядь, миллион долларов в год, блядь Проебал такой матч, не попал, нахуй В десять раз снести ему ставку, сука В десять раз Чтоб он почувствовал, блядь, что такое без денег находиться Когда всегда с деньгами, блядь Да пусть бегут, а кому они нужны в Европе-то Безногие долбоебы, которые играть не умеют Когда они побегут, они убегут и что Аршавин бегал в Англию, много набегал Кто там, они все уезжали уже, все пробовали Блядь, никто из них не закрепился, блядь Кто там, Анопко, блядь, когда-то играл в этом В Депортиво или где там, в Испанию забрали Бегал сзади, блядь, как это, как стойка От штанги, блядь, мячики отбивал, блядь Да видели мы, как они играют за границей А в Африке пусть выступают, потому что в Африке денег нету, нахуй Там ничего не платят, блядь Пусть хоть за Уэльс выступают, какая разница, блядь Никуда они не побегут, начнут играть Да ничего он не тащил, блядь Не гони, я все смотрел Я тогда следил за футболом очень внимательно В ДНР, да, и в ЛНР, блядь Будут чемпионат ДНР и ЛНР поддерживать Так точно А хули, блядь, 15 грамм тестостерона в день, сука Повышаем, конечно Шевченко? Шевченко не русский, Шевченко хохол Значит, блядь, уже не надо считать его своим Он играл за свою страну, блядь А не за Россию, понятно? В России футболистов нет Шевченко был единственный с постсоветского пространства Кто хуярил так, что вся Европа рукоплескала, блядь Вот так Так что не надо там Ой, это наш спортсмен А чувак живет там в Америке, блядь, 20 лет, нахуй Играет, блядь, за сборную США, там, или что-нибудь Ой, он наш, он наш У него русская фамилия Он в рот вас всех ебал, ёпта Он даже вспоминать не хочет, что он здесь жил когда-то, блядь Он уже за другую страну играет, блядь У него другая страна платит деньги, блядь Нахуй, вы что думаете, о чем вы говорите? И это я тоже говорил, у меня выходной, да Это знаете, реально, вот вы, блядь, да Какой-нибудь спортсмен, уезжаете с границы, живете там 20 лет, да, короче, блядь Играете, блядь, забиваете, получаете бабки, блядь Там, шикуете, все у вас в жизни получилось, блядь А потом вспоминаете свое какое-нибудь детство в Мухосранске, блядь Как вы в этом Мухосранске грязь месили, блядь И ничего у вас не получалось, блядь И что, вы будете это, Мухосранск, блядь, этот каждый день вспоминать, что ли? Не будете Со смехом только Бодибилдером доработаю Речитатив читаю Где я занимаюсь, блядь Я занимаюсь в этом В многофункциональном спортивном комплексе Нашей основной задачей на ближайшие два года Будет повышение качества жизни Улучшение качества жизни, ребята Вы ничего не понимаете Улучшайтесь, быстро Мое отношение к кроссфиту никакое вообще Неинтересно мне абсолютно Вот это хорошая идея Инвестировать надо в меня Это я еще вчера сказал Говорю, хотите грамотно инвестировать, инвестируйте в меня Смотрите, ребят Синтоловый бицепс, видели? Видели, как по синтоловому бицепсу бегают волокна Такие, вааа, блядь Вот так вот Умейте, блядь, правильно колоть Надо в каждое волокно прокалывать просто И все И, блядь, останется сепарация И все норм Сколько можно инвестировать в меня? Все, что есть Когда на сцену? Слушай, я даже не знаю Вообще отличный вопрос, очень актуальный Я вообще не думал об этом Надо на сцену, да? 10 рублей Небольшая инвестиция Но все равно давай Потом ты сможешь сказать, блядь, что ты участвовал в моем прогрессе Пускай своими жалкими десятью деревянными рублями Но ты участвовал в моем прогрессе Тебе будет, блядь, не стыдно Не стыдно Это не как в сборную России Налоги платишь, а они туда уходят Уходят А они потом проигрывают, блядь А тебе потом стыдно А тут 10 рублей Но в меня Зря не пропадут Пойдут на бутылочку воды Еще куда-нибудь Не важно Все на пользу Блядь Какая жесткая хуйня Че-то вы замолчали Застеснялись, что ли? Че вы застеснялись? Это будут последние мои соревнования А потом я что, должен умереть? Настоящий билдер Делать из дрища бодибилдеры Ребят, проект очень интересный Но опять же, блядь, кто будет это все оплачивать? Спасибо большое Какой пишется через букву А А вот тебе, моя козевочка Евген Глотов Классный ник Ну это все очень здорово Какой бы харизматичный не был Мне нужен хороший пиарщик Я думаю, пиарщика лучше меня, блядь, в этой стране нет Что за постер у меня? Я уже всем рассказал Ребят, почему вы, блядь, проебываетесь все время? Шон Рей там и Вишневский висит Вы все время проебываетесь, блядь Блядь, что за ники-то у вас такие? Как вы с ними вообще живете? Не знаю Не знаю про дозировки ничего Давай найдем спонсоров для дрища И не забудь, пожалуйста, спонсоров для меня Потому что бесплатно над дрищом я работать не буду Кто-то должен будет оплачивать мое время Тогда не вопрос, без проблем Делайте реалити Буду делать из дрища качка Это все можно сделать Если очень захотеть И денежку найти Ну, к специалисту не ездил, честно Со спиной, с переменными успехами У меня то получше, то похуже Но сейчас уже подготовка Я сейчас уже никуда ездить не буду Честно Все равно спасибо Nordic Pro это Pro-турнир Он же называется Nordic Pro А я не Pro Мои реквизиты А что ты хочешь мне перевести? За что? Бодибилдинг без денег? Нет, без денег возможен дебилдинг Дебилдинг в дырявых штанах С вытянутыми коленками В тренажерном зале И в кедах таких, знаешь, а-ля Динамо Вот таких я вижу каждый день Там много, да, таких Бодибилдинг это очень дорогой вид спорта, блядь Можно говорить, что ты занимаешься бодибилдингом Но ты занимаешься не бодибилдингом Ты ходишь в тренажерный зал Ну, исходи из того, что одна моя тренировка Меньше трех тысяч рублей стоит не будет А по факту будет стоить пять Потому что три тысячи рублей Я беру за разовую консультацию И трачу на нее, ну, двадцать минут своего времени А тут тренировка Это где-то часа полтора Поэтому меньше, чем за пятерку Тренировку я проводить не буду Ну, вот и считайте Пять тысяч за тренировку Плюс работа оператора На рассказ про синтол, да, опоздал минут на двадцать Так что нет, конечно, для такого проекта Нужны спонсоры, блядь Хотите Находите, приходите Да мне все равно Девушку дреща, мужчину дреща Мне без разницы, кого Главное, чтобы деньги были Оплачивать это все Господи, зачем мне Что за штат-то вы мне Пиарщик, финансовый менеджер, блядь Я сам себе пиарщик и финансовый менеджер Скажу заурядно Ну, ты извини, что я разочаровал тебя Пять тысяч слишком дорого тебе кажется А мне кажется, что заебись Тренировок, моральная, психологическая усталость Да, конечно, бывает Ребят, мне смешно слушать о том, что для вас что-то дорого Или что вы ожидали чего-то другого Мне, честно, это похуй Вы поймите Я не обязан оправдывать надежды каждого, блядь Он хочет за пятьсот рублей тренироваться И я такой ему Да, братан, приходи Только тебя потренирую за пятьсот Хуй, блядь, не потренирую Или, конечно, братан Сейчас я буду веселить тебя Блядь, извини Че я могу сказать Ой, а мы думали, что у тебя будет борода длиннее Ой, а мы думали, что ты волосы не так подстригешь Постер охуевший не нужен Ой, там хватает охуевших Вон, Васип один только чувствует Самый охуевший постер, блядь, из всех Охуевший постер, блядь, из всех Да, конечно, угарка приносит до хуя бабла Просто не знаю, куда тратить Ладно, все, спокойной ночи Субтитры сделал DimaTorzok